МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А синоптики предупреждают, в такая погода сохранится все выходные. Кстати, именно погодные условия стали сегодня причиной нелепой аварии. Около часа дня КАМАЗ врезался в дом в центре города. На улице Пятницкой рабочие очистили крышу дома от снега, а грузовик пытался вывести этот снег на свалку. По словам очевидцев, из-за скользкой дороги водитель не смог вовремя затормозить, снес кирпичный забор и чуть не въехал в магазин на цокольном этаже жилого дома. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Вытаскивать КАМАЗ пришлось с помощью тягача. В причинах аварии теперь будут разбираться сотрудники ГИБДД. Он сказал, что его понесло. Я сначала подумал, что он перепутал педали и тормоз газ. Машина тяжелая. Понесло ее туда. Он сказал, что он вроде бы чуть-чуть поехал, но его понесло. Вроде бы и горки тут нет. Но снесло его туда. Передними колесами упал он туда. И самостоятельно выбраться никак не мог. Одиночные пикеты прошли сегодня у правительства области. Две кировчанки протестовали против отмены ипотечных субсидий для молодых семей. Встать перед входом в правительство именно сегодня они решили потому, что к нам приехали председатели всех законодательных собраний Приволжского федерального округа. И спикеры обсуждали в том числе и жилищные вопросы. Требование протестующих к правительству было одно. Не подписывать закон о прекращении субсидирования на покупку жилья. Напомню, в этом году программу приостановили из-за отсутствия денег. Правда, предложить альтернативу, то есть сказать откуда взять эти деньги, пикетирующие не смогли. Нет, сейчас мы не знаем, потому что у нас сейчас это все в авральном порядке. Нас в администрацию нас не пускают. К 22 числу мы будем искать возможности, варианты, где можно уменьшить за счет чего. Менять законы и строить доступное по цене жилье. Такие альтернативы для решения жилищной проблемы предлагали уже внутри здания правительства чиновники и народные избранники. На совещание собралось 70 человек, среди которых спикеры законодательных собраний Приволжского округа. Как именно собираются помогать, узнала Ирина Сырцева. Еще в мае прошлого года президент издал указ снизить стоимость жилья на 20%. Этим самым жильем через 5 лет обеспечить больше половины российских семей. Кроме того, у всех должна быть возможность улучшать жилищные условия не реже, чем раз в 15 лет. Для этого уже в ноябре прошлого года в стране приняли программу. По ней россияне смогут приобретать квартиры эконом-класса. Квадратный метр должен стоить 80% от средней стоимости по региону. При этом определено, что уровень не должен превышать 30 тысяч рублей за квадратный метр общей площади жилого помещения. А чтобы увеличить количество квадратных метров, что всем нуждающимся жилья хватило, нужно заниматься малоэтажным строительством. Одно и двухэтажные дома в регионах уже строят, только у будущих жильцов появляется все больше претензий. Земля есть, а вот ни дорог, ни газа, ни водопровода зачастую на участках не бывает. Помощник полпреда предложил проводить коммуникации за счет региональных средств. Но по словам кировского сенатора Олега Казаковцева, найти деньги на это без помощи федералов в дотационных регионах трудно. А Москва с каждым годом финансирование уменьшает. Бюджетное сигнование на беспрещение жильем в 2012 году составляет 217 миллиардов рублей. А на 15 это 129,80 миллиардов рублей. То есть мы видим, что идет постоянная, практически, ежегодная снижение. Сегодня сошлись на том, что в ближайшие два месяца депутаты в регионах будут разрабатывать более конкретные меры по решению жилищных проблем населения. И уже в мае обсудят их в Мордовии на следующем заседании ассоциации. Ирина Сырцева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Дайвича. Еще сегодня законодатели обсудили вопросы сельского хозяйства, причем на конкретных примерах. Спикеры побывали на заводе по производству комбикормов в Воричевском районе. Владельцы завода показали гостям, как можно модернизировать сельскохозяйственное производство, чтобы повысить конкурентоспособность. С наступлением весны в области участились случаи нападения бродячих собак на людей. Так в Мутнинске на днях стая собак набросилась на подростка. Он вовремя успел забраться на забор, где просидел больше двух часов. Подобная ситуация случилась и в Кирове. В районе плазмоцентра стая окружила мужчину. Кировчанин смог отбиться от собак палкой. Такая ситуация сложилась потому, что в городе до недавнего времени отловом бродячих животных заниматься было некому. Спецавтохозяйство, на которое раньше были возложены эти функции, договор с администрацией города в этом году подписать отказалось. О первых последствиях безнадзорности и о том, как можно решить проблему, Дмитрий Житарчук. Это хорошо. Это неблагоприятные эпизотически. То есть у нас имеются очаги бешенства среди животных, особенно в южных районах. Всем пострадавшим, у которых имеется ослюнение кожных покровов, раны, ссадины кожных покровов, им назначается лечебно-профилактическая прививка от бешенства. Эту иглу кировчанка Евгения Голубева достала из шеи убитой собаки, убитой этой же иглой. Как рассказывает девушка, она, кстати, на добровольных началах помогает бездомным животным. Кто-то в Нововятске убивает животных парализующим веществом. Думала поначалу, что сотрудники спецавтохозяйства. Однако позже узнала, что специалисты САХА этим уже не занимаются. Считает проблему бродячих животных, кто-то из простых жителей района начал решать по-своему. Люди там, которые в Нововятске живут, они вообще даже доводят, что свои собаки боялись с ними выходить на улицу. Потому что, ну, как говорится, пуля дура, она может попасть в хоть кого. Сами волонтеры проблему пытаются решить иначе. Подбирают бродячих собак и кошек и, если животное здорово, пытаются пристроить их в хорошие руки. Больных же пытаются лечить. В одной из светклиник на деньги от пожертвований. Некоторых тут же стерилизуют. Кстати, массовая стерилизация, считают волонтеры, помогла бы частично решить проблему. Вот если возьмем в этом месте стерилизованные собаки, то, соответственно, они уже охраняют свою территорию. Новые собаки на это место уже не придут. Эти собаки уже не размножаются. То есть, если бы, допустим, в городе было все именно так, новый приход извне бездомных животных киров бы уже не получался, потому что любая собака свою территорию охраняет. Размножение не происходит. Собаки не собираются в стаи. То есть, агрессии от собак по отношению к людям уже нет. Тем временем на территории города в ближайшее время появится официальная организация, которая займется отловом и содержанием бродячих собак. Много лет этим занималось спецавтохозяйство. С 15 марта эта работа удел сотрудников Кировской кинологической ассоциации. На обустройство специальных площадей для содержания собак городские власти уже выделили 1 миллион 300 тысяч рублей. Специалисты ассоциации будут заниматься утилизацией мертвых животных, а бродячих после отлова будут содержать на своих территориях. То есть, у них должен быть ветеринарный врач, вот, тех животных, которых они отлавливают. В принципе, я думаю, что сейчас ситуация должна улучшиться, потому что у них есть достаточно территорий, на которых они могут этих животных содержать. Кстати, отлавливать животных сотрудники ассоциации будут только по просьбе управляющих компаний. Те, в свою очередь, могут принимать заявки от простых граждан. В ассоциации намерены начать работу уже через две недели, а значит, бродячих животных на улицах в ближайшее время должно стать меньше. Дмитрий Житарчук, Алексей Стахеев, Бюро Новостейдовича. Дом номер 79 по улице Володарского сменил уже четыре обслуживающих компании. Деньги собирают исправно, а проблемы все равно остаются. Уже около двух месяцев жители задыхаются от испарений канализации. Пишут письма и пытаются найти коммунальщиков. Вместе с жителями на поиски отправилась и Ольга Липунова. Проходите сюда тихонько, вот, здесь прямо бежит канализация. Александр Исупов по профессии слесарь-сантехник. Поэтому находиться в таких местах, как этот подвал, ему не раз приходилось. Только сейчас другое дело. Подвал дома номер 79 по улице Володарского уже несколько недель затоплен канализационными стоками. А на втором этаже дома живет его больная мама. Запах уже распространился по всему дому. Это ситуация экстренная. Пойдет зараза, во-первых. Во-вторых, будет портиться фундамент. Дом поедет, будет трескаться. За последнее время в этом доме сменилось четыре обслуживающих организации. И последняя приступила к работе с 1 марта. Правда, обращения туда результата не дают. Татьяна Васильевых, член совета дома, уже успела написать в прокуратуру и даже на сайт президента. А сейчас еще и плакат сделала, чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме. Мама у меня парализована, она инсультник. У меня нейродермит, просто воспаляется, все раны вскрываются. Все это, это просто ужас какой-то. Сегодня Татьяна Федоровна пытается в очередной раз пообщаться с коммунальщиками. Собрала все письма от жильцов и фотографии и отправилась в управляющую компанию. Но даже в 10 утра двери оказались закрыты. Закрыто все. Дозвониться до энергосервиса в течение дня не удалось и нашим корреспондентам. А жильцы дома собираются менять уже не обслуживающую организацию, а управляющую компанию. Надеются найти коммунальщиков, которые будут относиться к их проблемам с должным вниманием. Ольга Липунова, Александра Летова, Бюро новостей, Давича. Ученик экономико-правового лицея скончался от редкого заболевания сосудов. Следственный комитет опубликовал результаты экспертизы и отказался возбуждать уголовное дело. Напомню, месяц назад на факультативе по физкультуре внезапно умер старшеклассник. У школьника обнаружили редкую патологию сосудов в области сердца. Болезнь очень трудно выявляется и мальчик не состоял на учете у врачей. А потому никаких нарушений в работе медиков и учителей следователи не нашли. О других событиях дня смотрите в коротком видеообзоре. Строительство путепровода в чистые пруды вновь откладывается. Стало известно, что Кировская область не получит софинансирование из федерального бюджета. В правительстве страны состоялось распределение субсидий регионам. В рамках целевой программы развития транспортной системы на 2013-2015 годы. Кировская область в список получателей не попала. Стоимость строительства путепровода в чистые пруды оценивается в 2 миллиарда рублей. И без участия федерального бюджета найти такую сумму будет непросто. 23 деревни вышли из состава Кирово-Чепецкого района. Еще в январе жители деревни Шутовщина высказали желание присоединиться к Нововятскому району города. Так как территориально деревня расположена далеко от Кирово-Чепецка. А ездить в больницы, школы и садики жителям приходится туда. Решение жителей 12 марта поддержала сельская дума. И теперь 23 деревни Федиковского поселения намерены обратиться к городским властям Кирово с просьбой включить их в состав города. Приключения итальянцев в России. Вятские поляны посетила делегация волонтеров из Италии. Ребята встретились со студентами и школьниками. Рассказали о своей стране, своей добровольческой деятельности и ответили на вопросы. С этой встречи в полянах началась реализация международной программы. В апреле на базе одного из загородных лагерей пройдет международная волонтерская школа. Поучаствовать в ней съедутся добровольцы из разных стран. О новых антиалкогольных мерах в области и об особенностях вятских кулинарных традиций мы расскажем сразу после рекламы во второй части нашего выпуска. Оставайтесь на СТС. Новые антиалкогольные меры обсуждали сегодня полицейские и общественники. Стражи порядка предлагают перепрофилировать рюмочные и прекратить продавать и перепрофилировать рюмочные в пункты общественного питания. Сейчас в городе работают почти 300 рюмочных и 30 из них в жилых домах. Эти заведения, считают сотрудники полиции, мешают жителям и способствуют алкоголизации населения. А потому следует запретить им продавать спиртное на разлив. Члены общественной палаты с таким предложением согласились практически единогласно, а противников данной меры не нашлось. В ближайшее время поправки в антиалкогольный закон обсудят на законодательном уровне. И к другим темам. Блины с припеком, помпушки и суп из калины. На прилавках книжных магазинов скоро появится уникальная кулинарная книга. Все рецепты в ней традиционной вятской кухни и собраны, что называется, с миру по нитке. С автором пообщался и попробовал вятские блины Дмитрий Житарчук. Началось все ровно год назад, одним мартовским утром. В гостях у своей подруги Мария Савельева попробовала блины по уникальному старинному рецепту с припеком. После чего кулинар со стажем решила, такие блюда, которые в свое время готовили еще вятские бабушки, не должны быть забыты. И начала разгадывать секреты самобытной вятской кухни. Ну и пошло, поехало. Дальше я пошла с блокнотиком по всем своим друзьям, доставала всех мам, бабушек. Все с удовольствием откликались, вспоминали, потому что это память детства, память деревни. В основном же все родом бабушки с деревьями, все когда-то там жили. Год кропотливой работы даром не прошел. Мария смогла собрать столько рецептов, что, как говорит, в пору книгу выпускать. Уверена, спрос на такие рецепты будет. Вятская кухня уникальна. Отличается от традиционной русской. Использовали прабабки вятской губернии в приготовлении блюд очень много зелени. Так называемые подножные травы, блины и те с луком пекли, что очень полезно. Во-вторых, почти не использовали специи. Есть и еще одно преимущество, которое, как считает Мария Савельева, оценят современные хозяйки. Вятские хозяйки были очень экономные, речительные. Они не любили готовить те блюда, которые занимали много времени. Так как все основные были в полях, работали много. И в целях экономии времени все блюда очень просты в приготовлении. Блины с припеком, по макушей и многое другое, чем радовали своих близких и гостей. Вятские хозяйки скоро смогут приготовить и кировские кулинары. Сборник старинных вятских рецептов от Марии Савельевой должен выйти уже в марте. Будет вкусно, уверяет автор. Да и такого нигде в России больше не попробуешь. Дмитрий Ждарчук, Александр Летова, Бюро новостей Дайвича. Далее о новостях спорта вам расскажет Эдуард Пенюк-Жанин. А у меня на этом все и я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышницына. До свидания.